Добрый день, мы из Украины. Так, ну что, понедельник. Много-много сил, много новых задач и вызовов. Работаем. Сегодня день освобождения города Николаева от фашистских захватчиков. Вот. А мы сейчас занимаемся освобождением области от российских захватчиков. Вот такой вот поворот событий, скажем так. Кстати, хочу отметить, сейчас идут переговоры 28, 29, 30 в Турцию. Так аккуратненько это событие прошло. Очень надеемся, что переговоры будут результативными и полезными. Но, ну помню, ровно месяц назад, 28 февраля, Турция очень спокойно, без крика, без пафоса закрыла канал этот Дарданелло. Короче, канал свой, через который армада российских кораблей не зашла в Черное море, а шла она туда, чтобы бомбить Николаев, обстреливать ракетами и Одессу. Турция это сделала сама молча, без всяких обсуждений, за что и огромное-огромное спасибо. Эта поддержка на самом деле очень важна, особенно для наших регионов, для причерноморских. Это так забыли, как-то месяц прошел, а у нас нет там кучи кораблей, которые сейчас бы по нам быстряли. Поэтому Турция, огромное спасибо, респект, будем к вам ездить, отдыхать и деньги у вас тратить. Вот, что у нас еще происходит? Работы, ну, кошмар, хорошо, что много. Снегировку вопроса знаю, проблемы понимаю, но мы с ними решаем, то есть не надо об этом кричать и раздувать. Все мы прекрасно понимаем, что там происходит и как с этим быть, потому что пока они там сидят на подстанциях и наших водителей, мы не можем отправить, они их арестовывают, в плен берут для допросов. То есть мы можем загружать машины, которые оттуда выезжают, поэтому организовывайтесь, мы все загрузим, все предоставляем. И сейчас груз едет туда и гуманитарку, мы туда всю коридор пробиваем. Ну, сказали, из-за провокации обстрелов гуманитарных, сегодня не отправляем. Ну, мы постараемся все равно привезти. Так, итого, работаем в экстренном режиме. Еще два вопроса, я чуть позже сейчас формулирую, тоже выкину то, что надо делать. Всем привет!